Всем привет! Меня зовут Алина и вы на канале Читать Нельзя Сжигать. И сегодня я начинаю снимать для вас видео, которое будет приурочено к одному из моих самых любимейших праздников, к Хэллоуину. И я очень долго думала, какое видео для вас снять. И в итоге остановилась на той идее, которая была у меня уже давно, на том формате, который я вам уже давно обещала. Я решила снять мистические 3 на 3. То есть каждый день я буду начинать читать новую книгу. И на следующий день буду вам рассказывать о прочитанном и брать новую книгу. Как я уже и говорила вам раньше, под этот формат я обязательно хочу взять вот эту книгу. Тут на обложке написано имя известнейшего Говарда Филлипса Лавкрафта. Это его сборник. Но мне кажется, что было бы более справедливо, если бы на обложке стояло два имени. Потому что в данный сборник вошли рассказы и повести Лавкрафта, которые уже после его смерти дорабатывал и дописывал его большой друг, его ученик и также его первый издатель Август Дерли. Здесь меня безумно интригует один рассказ под названием «Инсмутская глина». Я очень сильно люблю рассказ Лавкрафта «Мгла над Инсмутом» или «Тень над Инсмутом» или «Морок над Инсмутом», как только его не переводить. Суть в том, что это рассказ о небольшом приморском рыбацком городке, в котором происходят самые мрачные, такие по-настоящему лавкрафтовские ужасы и события. Здесь довольно много рассказов. Я прочитаю, конечно же, не все, а столько, сколько успею за один день. Какие книги еще будут в этом видео? Давайте сразу небольшой анонс. Во-первых, почитаем «В другой день» Джозефа Шеридана и Лефаню. И здесь у нас его рассказы «Те, кто ждали, дождались». Ну и, наконец, последняя книга остановилась на Гоффмане и его сборнике под названием «Повелитель плох». Здесь, насколько я помню, два рассказа или повести или сказки, я точно не уверена. Это «Повелитель плох» и «Мастер Мартин Бочар и его подмастерье». Судя по тем иллюстрациям, которые сделала моя любимейшая Ника Гольц к данной книге, что-то мистическое и таинственное нас ждет. На этом предисловие закончим. Увидимся с вами завтра с моим небольшим отзывом о некоторых рассказах из этой книги. Конгер пробавлялся рыбной ловлей и жил более чем скромно, но, судя по всему, был такой жизнью вполне доволен. Ночью и днем забрасывал он в море свои сети, а потом продавал лов в Инсмуте, Кингспорте или где-нибудь еще. Но однажды лунным вечером он не принес в Инсмут очередной лов, а прибежал с пустыми руками, широко раскрыв немигающие глаза, словно долго смотрел на солнце и ослеп. Итак, друзья, я снова с вами и готова поделиться своими первыми впечатлениями от прочтения данной книги. В эту книгу вошло довольно много рассказов Лавкрафта и также одна повесть. Повесть эта называется «Таящийся у порога», она же и вынесена в заглавие книги. Эту повесть на самом деле в большей степени написал именно Август Дерлетт, потому что из 50 тысяч слов окончательного текста Лавкрафту принадлежат около 1200. Повесть занимает около 150 страниц, но я все-таки решила взять в этот раз рассказы, чтобы мое повествование было более разнообразным. Итак, я вам уже зачитала кусочек из рассказа «Рыбак с соколиного мыса». Этот рассказ входит в так называемый условный Инсмутский цикл. Это рассказы, которые объединены одной локацией, городом Инсмут, неподалеку от которого на том самом Дьявольском мысе проживают очень странные существа, истинно лавкрафтовские. Они называются глубоководные, и это по сути некая смесь рыб и людей. По факту я немножечко осталась разочарована двумя рассказами из Инсмутского цикла, которые вошли в данный сборник. Помимо «Рыбака с соколиного мыса», здесь также есть Инсмутская глина. Оба эти рассказы небольшие по объему, занимают всего лишь около 10 страниц, и как полноценные самостоятельные произведения, они, честно говоря, не представляют особого интереса. Они, конечно же, послужат отличным дополнением к основному рассказу «Мугла над Инсмутом». Эти три рассказа даже сюжетно похожи друг на друга. Вначале у нас есть небольшая загадка, у нас есть главный герой, который как-то связан с Инсмутом и с вот этими родовыми проклятиями, странными изменениями, которые там происходят. И главный герой, изначально ничего не зная, ничего не понимая, постепенно оказывается впутан во всё это дело. Для всех любителей морской мистики, чего-то страшного и загадочного, я безумно рекомендую вам «Муглу над Инсмутом» и эти два рассказа, как небольшое дополнение вселенной. Следующие пять рассказов, которые я прочитала, уже не относятся к какому-то условному циклу, и они мне в большей степени, пожалуй, напомнили прозу Эдгара Алана По. Знаете, это что-то в духе дома Эшеров, тот момент, когда у нас есть странное, старое, древнее, такое уже, знаете, скрипящее и обветшалое поместье, в которое пребывает наш главный герой, который, конечно же, будет вести рассказ от первого лица и в прошлом времени, в ретроспективе, постоянно оглядываясь и ужасаясь на те события, которые с ним произошли, обязательно упоминая те кошмарные сны, которые сейчас ему снятся. В общем-то, все эти пять рассказов достаточно похожи между собой. Начинаются они с того, что наш главный герой пребывает в некое старинное поместье, в какой-то старый заброшенный дом, может быть, он получил приглашение от друга или родственника, может быть, он получил это поместье в наследство, а может быть, он просто шел по городу, и это поместье притянуло его взгляд, и он решил остановиться там, он решил снять его на некоторый срок. Дальше события развиваются похожим образом. Соседи и какие-то другие горожане смотрят косо и перешептываются, а в самом поместье раздаются какие-то странные звуки или находятся совершенно необычные и леденящие кровь вещи. Однако вскоре в доме стали происходить явления, встревожившие меня намного больше. Я имею в виду галлюцинации, что с некоторых пор начали меня неотвязно преследовать. Казалось, дом протестовал против моего вторжения в кабинет и лабораторию. Однажды посреди ночи мне послышался необычный лающий звук, который доносился будто бы из сада. В другой раз мне почудилось, что из окна кабинета выпрыгнула в кромешную тьму некая странная особенная фигура, своими очертаниями напоминавшая рептилию. На этом галлюцинации не прекратились. Напротив, они стали донимать меня с удручающим постоянством. Я же, в свою очередь, упорно воспринимал все эти неведомые звуки и видения, как не имеющие никакого отношения к реальному миру, и продолжал думать о них так до самой ночи, когда меня поднял с постели совершенно отчетливый плеск воды, доносившийся откуда-то из сада. Это был небольшой фрагмент из рассказа «Единственный наследник». Почему эти рассказы кажутся мне такими похожими на творчество Эдгара Аллана По? Ведь у Лавкрафта и до этого сборника были похожие сюжеты. Взять тот же мой любимейший крысы в стенах. Дело именно в авторском стиле. Когда Лавкрафт пишет сам от и до, он намешивает огромное количество странных, причудливых, витьеватых фраз и слов, присущих именно ему. Вспомним все эти богомерзкие, нечестивые, неописуемые, хитонические. В обработке же Августа Дерлита ничего подобного не наблюдается. Рассказы написаны значительно более простым, понятным и современным языком. У тебя нет ощущения, что кто-то завязывает твои мысли в пучочек, какое иногда бывает при чтении самого Лавкрафта. В целом, действительно, текст по восприятию чуть ближе к Эдгару Аллану По, хотя у того, конечно, несколько больше поэтичности. И я бы не рекомендовала уж точно ознакомиться с творчеством Лавкрафта с этой книги. В какой-то степени это именно фанатская работа по мотивам, по задумкам Лавкрафта. К сожалению, в этой книге нет конкретных сведений о том, насколько каждый из рассказов был написан самим Лавкрафтом. Но для меня лично разница между предыдущими томами Лавкрафта и этим была достаточно ощутимой. В целом, мне кажется, что этот сборник немножко слабее, хотя, возможно, я просто не прочитала те самые интересные, впечатляющие вещи. Из него, возможно, мне попались такие более проходные. У самого Лавкрафта в тех первых сборниках были такие рассказы с нежиданными концовками, с очень крутым сюжетом, с глубокой какой-то достаточно мыслью, которая вылезает на поверхность не сразу, а только когда ты пережевываешь этот рассказ, прокручиваешь его в голове. Вот здесь я такого не нашла, рассказы более простые, более наивные, но все равно это было приятное чтение. Так что книгу рекомендую, пожалуй, тем, кто уже знаком с творчеством автора, кто уже достаточно много его рассказов прочитал. Практически в каждом из этих рассказов были какие-то отсылки к другим вещам Лавкрафта, к каким-то известным нам именам, к каким-то жителям Инсмута или Данвича. Либо же в этих рассказах просто присутствовали некоторые персонажи, некоторые представители бестиария из мира Лавкрафта. На этом сегодня закончу. Книгу рекомендую, избранную только тем, кто уже знаком с автором. И увидимся с вами завтра. Я буду вам рассказывать о прочитанных рассказах из книги Джозефа Шеридана Лефаню. Друзья, я снова с вами. И сегодня я должна бы рассказать вам о прочитанных рассказах из вот этого сборника. Но что-то пошло немножечко не так. Я, конечно, два рассказа прочитала. И, честно говоря, это было достаточно тяжело. Я не знаю, в чем причина. Я, в общем-то, люблю, как вы знаете, готическую и мистическую литературу. Эдгар По, Лавкрафт. Я слушала и читала некоторые отдельные выборочные рассказы Мэйчена, Стокера, Стивенсона. И все всегда было прекрасно. Мне никогда не было скучно в этом жанре. Мне никогда не казался он настолько наивным и банальным, чтобы не читать эти произведения. Я знаю, что многим этот жанр не подходит в принципе. Но у меня всегда все было хорошо. Но вот что-то не сложилось у меня абсолютно с Лефаню. Я начала читать его рассказы. Первый рассказ, который я прочитала, это «Зеленый чай». А второй – это «Давний знакомый». Оба эти рассказа входят в сборник в тусклом стекле. Этот сборник состоит из пяти рассказов, которые в том числе включают в себя ту самую «Кармилу». Это рассказ о вампирах, который на полвека опередил известнейшего Дракулу Брэма Стокера. Оказалось, что рассказы в этом сборнике подобраны не случайно. Все они объединены одним общим персонажем по имени Хиселиус. Это доктор, который ведет записки о некоторых своих пациентах, о некоторых людях, с которыми он был знаком. И эти записки, эти истории, они на грани то ли мистики, то ли просто чего-то странного происходящего у пациента в голове. Конкретно первый рассказ «Зеленый чай», он вообще оставляет читателя в некотором недоумении, потому что, по сути, никакой настоящей мистики в нем нет. В рассказе «Зеленый чай» наш главный герой, доктор Хиселиус, знакомится с человеком средних лет, с проповедником, который ведет очень праведную жизнь. Он и благотворительностью занимается, и проповеди читает. Но вот в один день этот мужчина начинает видеть какое-то страшное создание, точнее, обезьяну черного цвета, которая смотрит на него глазами полными ненависти, всячески ему эту ненависть транслирует. Мужчина эту обезьяну очень боится, а также боится, собственно, того, что с ним происходит, вот этого какого-то умственного помешательства. И так до конца рассказа нам должно быть и непонятно, все-таки все, что происходит, происходит у него в голове, или это действительно какая-то мистика. Казалось бы, при чем здесь «Зеленый чай», но об этом вы узнаете только, если прочитаете рассказ. Честно говоря, когда я начала читать этот рассказ, я была достаточно очарована тем, как Лефаню довольно простым языком, без каких-то витиеватостей, присущих некоторым другим готическим авторам, рассказывает эту историю и держит в напряжении, и действительно в начале, еще до того даже, как мы узнаем об обезьяне, вся вот эта атмосфера накаляется. Но чем дальше продвигался рассказ, а он занимает здесь 30 страниц мелким шрифтом, тем менее интересно мне было, и в конце этого рассказа я испытала самое настоящее разочарование. Хотя, справедливости ради, я зашла на Фантлаб, я зашла на Лайфлип, я почитала отзывы на этот рассказ и в целом на творчество Лефаню, и многим этот рассказ понравился. Люди что-то для себя находят, поэтому я ни в коем случае никого из вас не отговариваю. Возможно, для меня Лефаню стал тем, чем для многих-многих читателей является Лавкрафт, чем-то непонятым, чем-то неблизким. Я прочитала еще один рассказ под названием «Давний знакомый», и он по сюжету достаточно сильно напоминает первый. Ну, в общем-то, доктор Хиселиус сразу и говорит, что он будет рассматривать схожие случаи. В этом рассказе доктор Хиселиус нам поведает историю еще одного мужчины, которого также стали тревожить некие видения. Он видел какого-то страшного, сморщенного маленького человечка, который его безумно пугал, и уже там буквально с первых страниц мы понимаем, что этот человек данному мужчине знаком из прошлого. Собственно, и рассказ называется «Давний знакомый». Сюжеты этих рассказов достаточно типичны для готической мистики, но воплощение, пожалуй, было мне не близко. К тому же рассказы показались мне несколько затянутыми. В общем, по правде говоря, на ту же тему рассказа Говарда Филлипса Лавкрафта мне гораздо-гораздо ближе. И я, конечно, хотела ради вас, ради этого повествования прочитать еще один или два рассказа, но просто не смогла. Просто никак не идет. Я попробовала включить аудиоверсию, еще хуже. Просто до зубного скрежета скучно. Мозг отвлекается. Я думаю о чем угодно, только не о происходящем в рассказе. Это для меня было огромным разочарованием, потому что, повторюсь, в целом этот жанр я очень сильно люблю. И избавляться от этой книги мне не хочется, потому что она в целом составляет коллекцию такой мистической, готической литературы на моих полках. И мне хотелось бы верить, что когда-нибудь, может быть, через год на следующий Хэллоуин, я вернусь к этим рассказам, и, возможно, что-то изменится во мне, или будет другое настроение, и они пойдут с большим удовольствием. Или, может быть, я возьмусь за роман. Возможно, роман произведет на меня большее впечатление. И так как в итоге сегодня мне вам особо нечего рассказать, я решила поделиться с вами еще кое-чем тематическим. Это несколько вещей, которые пойдут бонусом к этому видео 3х3. Во-первых, я покажу вам вот эту книгу Эдгара Алана По. «Сказки смерти и забвения» называется этот сборник. Здесь у нас иллюстрации Гриса Гримли. У меня уже, если вы помните, была вот такая книжечка на полках. Это «Сказки таинств и безумств». Можно считать, что это два тома. По сути, они очень похожи в воплощении, просто здесь вот разные рассказы. И мне безумно нравится, как воплощено вот это все в жизнь. Насколько здорово Грис Гримли передает атмосферу Эдгара Алана По. Когда я впервые увидела его иллюстрации, мне показалось, что тут вообще ничего не может быть общего с готической мистикой. Но когда ты начинаешь читать эти книги, насколько все прекрасно, насколько эти иллюстрации вот именно затягивают тебя в эту безумную, пугающую, абсолютно леденящую кровь атмосферу. Возможно, читая самого Эдгара Алана По, вы даже не испытаете такую гамму эмоций, какую можно испытать, читая конкретно эти книги. Итак, вот на эту книгу отзыв на канале уже был. А вот эту я буквально вчера получила, наконец-то, из «Лабиринта». Эта книга мне просто безумно понравилась. Я прочитала ее чуть ли не в один заход. Здесь четыре рассказа. Первый из них — это «Сердцеобличитель». Короткий рассказ о том, как молодой человек, проживающий вместе со стариком, я уж не знаю, что их связывало, этот молодой человек явно не в себе пребывает, он очень нервный, а у старика на глазу страшное, пугающее молодого человека бельмо. И вот это бельмо настолько сводило с ума данного юношу, что он решил этого старика убить. Очень такой леденящий кровь. Короткий рассказ с иллюстрациями Гриса Гримли. Это просто любовь. Следующий рассказ — это «Система доктора Смоля и профессора Перо». Путешествуя по самым южным департаментам Франции, я оказался в нескольких милях от одного Maison de Santé или частной лечебнице для душевнобольных, о которой я много слышал от знакомых парижских врачей. Я никогда не бывал в подобного рода заведениях, и вот, решив не упускать представившиеся мне возможности, предложил своему попутчику, господину, с которым случайно познакомился несколькими днями раньше, сделать небольшой крюк и потратить часок-другой на осмотр лечебницы. Но мой спутник отказался, сославшись, во-первых, на то, что очень спешит, и, во-вторых, на вполне естественное чувство страха перед умолешенными. Наш главный герой, молодой человек, пребывает в это пристанище душевнобольных, и главный врач и смотритель с удовольствием решает показать ему данное заведение, провести некую экскурсию. Данная экскурсия очень быстро превратится в какое-то форменное безумие, в прямом смысле этого слова, и особенно прекрасно читать этот рассказ именно с этими иллюстрациями Гриса Гримли. Следующий, третий рассказ называется «Про долговатый ящик». И, в общем-то, уже по названию вы можете примерно предположить, о чем здесь будет речь, раз автор Эдгар Халленпо. Тем не менее, для меня в этом рассказе была наибольшая интрига, и, пожалуй, с большим интересом и любопытством я его читала. Здесь речь у нас пойдет об одном путешествии на корабле. Наш главный герой отправляется в Нью-Йорк, и он узнает, что вместе с ним на том же корабле будет плыть его старый университетский знакомый, который недавно женился. Наш главный герой еще не знаком с этой женщиной, с его женой, и он очень предвкушает это знакомство. Помимо жены, мистера Уайта также сопровождают две его сестры и необычный багаж. Длинный продолговатый ящик. Наш главный герой решает, что в нем наверняка находится картина, потому что его друг художник. Но как же он ошибается? Дальше на корабле происходят очень странные и интригующие события, о которых я вам не буду рассказывать. И все это, опять же, сопровождается восхитительными иллюстрациями. Ну и последний рассказ, который называется «Что случилось с господином Вальдемаром», он, пожалуй, самый жуткий, самый леденящий кровь, как в плане того, что написано, в плане самой задумки, так и в плане иллюстрации Гриса Гримли. Вот здесь они действительно не для слабонервных. И я даже удивлена, потому что обычно я не любитель такой вот квинтэссенции мерзости и отвратительности, но почему-то из-под пера Гриса Гримли мне это вполне себе нравится. И, конечно, это неприятно, конечно, это пугающе и так вот мерзенько, но все равно какая-то вот эстетика чего-то страшного и безумного в этом присутствует. «Я ничуть не удивляюсь, что необычное происшествие с господином Вальдемаром наделало столько шума». Было бы чудом, если бы этого не случилось, особенно при данных обстоятельствах. Главный герой этого рассказа – это врач, который активно практикует гипноз на протяжении уже трех лет. И вот ему в голову приходит такая идея фикс попытаться загипнотизировать человека, находящегося на пороге смерти. Само по себе это уже достаточно жутко, а уж что из этого получится – это, божечки, какая жуть. Крайне рекомендую всем вам два эти тома, если вы любите готическую мистику, если вы любите красивые иллюстрированные книги. Это замечательное, замечательное приобретение. Только если у вас есть дети, ставьте их на полочку повыше. Но на этом сегодня тоже еще не все. Я хочу вам рассказать о своем еще одном погружении в аудиопроект «Глубина». Точнее говоря, о десятом погружении, которое было приурочено к Хэллоуину. И все рассказы там либо мистические, пугающие, либо о самом празднике Хэллоуин. Пожалуй, на сегодняшний день это погружение из всех мною прослушанных, а их уже четыре с половиной, это погружение, пожалуй, самое мое любимое. Итак, погружение десятое открывается рассказом Роберта МакКаммана «Он постучится в вашу дверь». На мой взгляд, это идеальный для прослушивания в Хэллоуин рассказ. Здесь речь пойдет о небольшом городке, куда наш главный герой, мужчина среднего возраста, приезжает со своей семьей, с женой, с двумя детьми. И почему-то так совпало, что в тот момент, когда он переехал в этот город, все его дела, финансовые, семейные, они пошли в гору. Везде, во всем ему сопутствует невероятная удача. И тут, в день Хэллоуина, его вызывают на какое-то собрание. Он приезжает, заходит и видит, что на собрании только мужчины, и они зачитывают какой-то странный список. На этом, пожалуй, я завершу рассказ о сюжете. Я думаю, удочка заброшена. Это замечательный рассказ в таком классическом духе страшных рассказов у костра, мне кажется, может быть, в духе баек из склепа. Я вам очень рекомендую его прослушать именно в варианте проекта «Глубина», потому что там он перемежается классной музычкой. Так что, уверена, вам понравится. Ну и давайте сразу расскажу вам о последнем рассказе, который закрывает это погружение, потому что автор опять тот же Роберт МакКамон, а рассказ называется «Странная конфета». Еще одна отличная страшилка у костра. И здесь у нас события происходят опять же в Хэллоуин, после того, как дети уже прошлись по домам, собрали свою сладкую дань. Отец сидит вечером перед телевизором и пытается разыскать себе конфетку повкуснее, но находит он какую-то странную конфету в виде человеческой бледной руки, которая странно сверкает. Эта конфета его удивляет и настораживает, потому что она была без обертки и непонятно, почему она светится. Но все-таки он решает ее съесть и обнаруживает, что вкус был весьма приятный. Этот рассказ не столько страшный, пугающий, он мистический и скорее трогающий. Честно говоря, девочки, не советую вам его слушать с накрашенными глазами, либо пусть тоже будет водостойкая. Едем дальше. Второй рассказ в этом сборнике Роберт Льюис Стивенсон «Похитители трупов». Это, опять же, представитель такой классической, мистической готики. Здесь речь пойдет о той сложной ситуации, когда университету очень нужны трупы для вскрытия, для изучения, но их не так-то просто достать. И приходится покупать эти трупы у тех, кто готов их поставлять, никогда не задавая вопросов, откуда эти трупы взялись. Также, возможно, придется добывать эти трупы самостоятельно. Следующий рассказ Безила Коппера называется «Камера обскура». Еще один готический, мистический рассказ. И здесь речь пойдет о ростовщике, который пытается вытрясти долг из старика, который живет в огромном старинном поместье, у которого на стенах висят дорогущие полотна, и ростовщик искренне недоумевает, почему же этот старикан не может заплатить по своим долгам. Этот рассказ в какой-то степени о том, что за все нужно платить, в том числе и за то, как ты живешь, за то, какие поступки ты совершаешь. Следующий рассказ называется «Идеальный ребенок». Автор указан Эфа. Рассказ просто великолепный. Он показывает проблемы современности, как они есть. У одной хорошей, приятной, в общем-то, женщины, совершенно отвратительный сын, который уже окончательно снаркоманился. Все, что его интересует, это как бы добыть себе еще одну дозу. К собственной матери он при этом относится просто отвратительно. И она решается на последнее средство обратиться к своему соседу, который ее пугает, который ей очень неприятен, страшный, мрачный, мерзкий старикан. Но она знает, что он уже помог в аналогичном случае. И вот то, что будет происходить в рассказе дальше, это, ребята, что-то с чем-то. Я только предупрежу вас, обязательно не слушайте этот рассказ под еду. Вам же будет лучше. Следующий рассказ Рэмси Кэмпбелл Шутка. Опять же, события будут происходить в небольшом американском городке. Опять же, это рассказ из разряда страшилок у костра. Здесь у нас две девочки и собака не поладили с местной вредной старушонкой, которую за глаза все зовут ведьмой. Этот рассказ мне понравился средний, поэтому не буду на нем особо останавливаться. Далее, Брэмстокер Дом судьи. Это опять образец той готической мистики, где главным героем является старый и пугающий дом, ну и молодой человек, который туда заселяется по какой-то причине, а далее будет у него веселая жизнь. В данном случае будут замешаны крысы. Рассказ вполне себе крепкий, мне понравился, во всяком случае, намного больше, чем два рассказа Лев о нем. Следующий рассказ от сына Стивена Кинга Джо Хилла называется он «Сыновья Абрахама». И под Абрахамом тут понимается Абрахам Ван Хельсинг. То есть это по сути фанфик по известной вселенной, по Дракуле Брэма Стокера. И здесь у нас будут упомянуты и Мина Харкер, и Джонатан Харкер, ну и собственно сам Ван Хельсинг будет являться одним из основных персонажей. Ну а главные герои здесь сыновья Ван Хельсинга, которым примерно по 10 лет. И надо сказать, что отец из Ван Хельсинга получился просто ужасный. Во всяком случае именно так видит эту историю Джо Хилла. Ну и последний рассказ «Кроуфорд Мэрион. Верхнее место или верхняя полка в другом переводе». Здесь речь пойдет о во всех отношениях приятном молодом человеке, который однажды отправляется в морское путешествие, и вот на корабле, у которого превосходная репутация, он отправляется в плавание. Но вот ведь незадача в его каюте глупая прислуга все время оставляет люк открытым, а потому все время холодно и пахнет затхлым морем. В итоге оказывается, конечно же, что прислуга здесь ни при чем, а в деле замешаны привидения. Это не спойлер, потому что о привидении вы услышите буквально в самом начале, в первые же несколько минут данного рассказа. На этом на сегодня все. Я надеюсь, что вам было интересно, я надеюсь, что смогла вас уговорить перейти и прослушать проект «Глубина». Как минимум, очень рекомендую вам первые и последние рассказы Маккамана. На самом деле, если бы сейчас на книжном рынке можно было достать сборник рассказов этого автора, я бы с удовольствием его купила. На этом все, и я вернусь к вам завтра с прочитанным Гоффманом. Ну что ж, друзья, завершаем наше мистическое видео коротким рассказом о последней прочитанной книге. Это Гоффман и его «Повелитель Блох». Вообще, в этой книге две сказки, но я прочитала только первую, она занимает значительно большую часть данной книги, наверное, три четверти, примерно вот так. Я не буду сильно подробно и долго останавливаться на этом произведении, потому что, в целом, оно, конечно, не особо подходит под наш сегодняшний формат. Исходя из обложки, из внутреннего оформления книги, из каких-то странных летающих демонов вот здесь ожидала чего-то все-таки более мистического, готического, наполненного каким-то вот мраком и ужасом, пусть и в детском варианте, но в итоге я здесь этого все-таки не получила. Это у нас сказка, которая, пожалуй, придется по душе в целом любителям европейских сказок, например, сказок Ганса Христиана Андерсона, хотя здесь происходят несколько другие события. Это скорее не волшебная сказка, а сказка абсурдная. У книги достаточно интригующее начало, в котором мы знакомимся с главным героем данного повествования Перегринусом Тисом, надеюсь, все ударения на правильном месте. И уже с самого начала автор начинает немножечко дурачиться, немножечко водить нас за нос. С первых страниц мы думаем, что Перегринусу, наверное, лет 6-7, позже оказывается, что это взрослый молодой человек, и автор не упускает момента как-то саркастически, иронически немножечко поддеть читателя. Вообще в этой книге очень много обращения к читателю. Вот как она начинается. Однажды? Но какой автор нынче отважится начать так свой рассказ? Старо, скучно, восклицает благосклонный или скорее неблагосклонный читатель, который, согласно мудрому совету древнеримского поэта, хочет сразу же быть перенесенным in medias res, то есть в середину дела. Это очень приятное, обволакивающее повествование, написано классическим, сказочным языком, действительно, в чем-то близким Агансу Христиану Андерсону, но с большей иронией. Давайте зачитаю вам небольшой фрагмент. По старому традиционному обычаю герой повести в случае сильного душевного волнения должен бежать в лес или по меньшей мере в уединенную рощицу. Обычай этот потому хорош, что он господствует и в действительной жизни. Таким-то вот образом и господин Перегринус Тис покинул свой дом на конной площади, бежал без передышки все вперед, пока оставив за собой город, не достиг ближайшей рощи. Далее, ни в одной рощи романтической повести не должно быть недостатка ни в шелесте листвы, ни во вздохах и шепоте вечернего ветерка, ни в журчании ручья и так далее. А потому, само собой, разумеется, Перегринус нашел все это в своем убежище. Мне в целом очень понравился гофмановский язык, но все-таки сама сказка, ее сюжет, основная сюжетная составляющая для меня была слишком детская, слишком такая банальная, наверное, неинтересная. Я уверена, что изначально она была обращена к молодому читателю, к юношескому возрасту. В эту сказку гофман поместил довольно много интересных вопросов, чего только стоит тот момент, что у нашего главного героя путем определенных обстоятельств появляется такое волшебное микроскопическое стеклышко, которое он вставляет в глаз и таким образом может читать настоящие мысли людей. И далее гофман по полной развлекается, показывая все вот это двуличие, все это несоответствие того, что внутри и того, что снаружи. Особенно забавной мне показалась сцена общения нашего главного героя и врача. Врач желает ему всего самого лучшего, крепкого здоровья, а вместе с тем думает он о том, что вот этот нахальный молодой человек еще ни разу серьезно не болел и ни разу к нему не обращался. И вот пусть он только немножко заболеет и обратится к врачу, вот уж тогда-то врач его не выпустит из постели долгие годы в отместку за его крепкое здоровье. Мне действительно понравились некоторые сцены, некоторые моменты, диалоги. И та идея, та мысль, то решение, которое в итоге принимает главный герой относительно этого микроскопического стекла, достаточно глубокая мысль здесь присутствует. Мне кажется, что эту книгу можно дать хорошо развитому в культурном плане подростку. В целом, читая эту сказку, я действительно ощущала какое-то культурное обогащение, какое-то эстетское удовольствие. Вы, возможно, сейчас думаете, зачем вообще такой подробный отзыв на сказку, но на самом деле это достаточно объемное произведение. Как минимум, она не меньше одной из повестей Васильева, которую я недавно читала. То есть, это не то произведение, которое читается за один заход. Я все-таки пожила в нем достаточно долго, и это было приятно. Честно говоря, мне не захотелось дочитывать эту книгу. Здесь есть еще одна сказка «Мастер Бачар и его подмастерье». Просто вот настроения сейчас такого нет, и на самом деле читать вот что-то такое, когда у тебя нет подходящего настроения, это просто портит себе впечатление от подобной книги. Так что к Гоффману я вернусь как-нибудь позже, когда мне захочется как раз-таки сесть, неспешно отдохнуть, насладиться вот этим языком европейских сказок. В общем, для всех тех, кто искренне любит сказки Андерсона, Пройслера, Гауфа, возможно, я думаю, что вам и Гоффман тоже обязательно понравится. Что же касается мистической составляющей этой книги, вот этих вот обещанных обложкой демонов, какой-то старой ведьмы, ничего такого действительно мистического я в этой книге не нашла, она абсолютно не пугающая, хотя небольшая атмосфера такой мистической готической литературы все-таки присутствует. Ну и мне не хотелось особо вдаваться в сюжет, потому что все-таки эта сказка, ее проще прочитать, чем пересказывать, но объясню название. В этой книге действительно присутствует некий повелитель-блох, мастер-блоха, достаточно крупная для блохи-насекомая, такой повелитель-царь всех-блох, и он играет здесь далеко-далеко не последнюю роль. Еще могу сказать, что эта книга у меня вызвала небольшое недовольство и подрагивание глаза, потому что здесь опять все та же тема. Женщины, которая крутит сразу несколькими мужчинами, любви к женщине, которая этой любви недостойна, но зато очень такая красивая, прекрасная внешне. Все, на этом я точно буду заканчивать. Очень жду ваших комментариев. Обязательно пишите, понравилось ли вам это видео, что-нибудь вы для себя подчеркнули, как вы в целом относитесь вот к таким вот тематическим, возможно, надеюсь, атмосферным видео. Очень по вам соскучилось, поэтому пишите, что вы сейчас читаете. Если вы недавно читали что-то по моим рекомендациям, новым, старым, неважно, обязательно пишите. Если вам пришло в голову, что мне еще порекомендовать почитать, пишите тоже. Ближайшее видео, которое будет на канале, это отчет о марафоне классики «Три товарища». Все уже прочитано. В ближайшее время, как будет возможность, видео сниму. Ну и также, конечно, скоро у нас будут куда деваться книжные покупки. На этом я буду с вами прощаться. Не забывайте поставить лайк, написать ваши чудесные комментарии. Правда, очень соскучилась. И на этом всем пока!